Всем привет, с вами я, Тойбой. Сегодня мы с вами продолжаем играть в Локи Крафт. У нас уже 30 серия на подходе. Сегодня у нас целая куча всяких разных мелких дел будет выполнена. И нам надо будет с вами наконец-таки взять и отправиться в шахту, надыбать все-таки алмазов. Я пытался их найти в прошлой серии, но так как я спустился в не очень удачную шахту, у меня ничего не получилось. Поэтому сегодня мы отправимся в нашу проверенную уже шахту, в которой мы уже находили алмазики два раза примерно. И начнем сейчас копать в какую-то из новых сторон. Так, давайте посмотрим, где мы не были еще. Так, вот тут, по-моему, мы находили алмазы давить, там лава дальше. Значит, надо чуть-чуть подальше отбежать. Вот примерно куда-то вот сюда, я думаю, было бы неплохо. И вот здесь вот, сейчас давайте, наверное, в самый конец туннеля прибежим. Видите, я уже тут начал копать вон в ту сторону, но там я ничего не нашел. Давайте сейчас вот в эту сторону отправимся копаться. И постараемся найти себе там хоть какую-то залежу алмазиков. Хотя бы чуть-чуть. С киркой на удачу нам удастся по-любому добыть больше, чем обычно и больше, чем нужно. Потому что, по сути, нам осталось всего лишь найти каких-то жалких пять алмазиков. Хотя нет, даже вру. Это получается, мне надо сделать себе шлем. На него нужно пять алмазов. И четыре алмаза еще нужно на то, чтобы сделать себе тапочки. Так что да. Вроде как у меня даже в запасе там еще были штук пять алмазов. Я точно не помню. Но какое-то количество у нас уже есть. Так что осталось найти хотя бы просто элементарно алмазики. Так, редстоун это хорошо. Если есть редстоун, значит где-то рядом и алмазики могут быть. Так что давайте соберем редстоун на всякий. Мало ли может рядом с ним заспавнится алмаз. Но, блин, это маловероятно. Так что да. Копаем дальше. Блин, если кто-то знает какой-то универсальный, оптимальный способ, как фармить, получается, алмазы. Если кто-то знает реально, как это легко делать, то напишите, пожалуйста, в комментариях. Мало ли, может я дурачок, сижу, вот копаю эти туннели. И может есть какой-то более простой способ добывать их. А то так, если честно, минут двадцать приходится времени тратить на то, чтобы хотя бы что-то найти. И то не всегда получается реально находить алмазы. Так, вот опять подо мной редстоун. Я не знаю, вскапывать его или нет. Давайте вскопаем. Ой, ну тут всего лишь одна руда была редстоуновская. Странно, да, очень странно. Многие еще пишут, почему я не играю в оригинальный Майнкрафт. Ребята, ну, как бы все просто. Вы не смотрите оригинальный Майнкрафт, вы смотрите Локи Крафт, поэтому я снимаю его. Я уже пытался записывать Майнкрафт, Skyblock записывал на самой последней версии Майнкрафта 1.16.2. И что-то вы как-то не особо охотно его смотрите, поэтому решил немножко продолжать в Локи Крафт свою карьеру развивать, скажем так. И тем более в Локи Крафте у меня уже целая куча всяких разных построек, целая куча всяких разных вещей понаставлено. С обычным Майнкрафтом это вообще никак не сравнится, но если что, я могу. Я могу попробовать еще что-то по Майнкрафту записать. Просто если вам конкретно не нравится Skyblock, то вы так скажите это. Так вот, что за фигня? Посмотрите. Тут железо, тут редстоун и тут уголь. Это вот как так? Почему здесь нет алмазов? Ладно, давайте вскопаем железо. Может быть здесь и алмазики найдутся, нет? Это будет пустая надежда, скорее всего, да? Да, нет, нет смысла здесь копаться. Надо найти какой-то лавовый участок небольшой, где будет много лавы. И там по-любому должны быть алмазы. Так, а почему я здесь копаю в землю? Ну я мое, ненавижу, когда начинается земля. И на таком низком уровне здесь ее вообще не должно быть. Но она здесь есть. Это странно. Так, мы походу добьем себе кирку сейчас. Тек, давайте. Оп, про освещение не забываем. А то, блин, так прикольно было читать ваши комменты после того адского выпуска, когда я ходил в ад, нашел там крепость. И в крепости абсолютно ничего не было видно. И все такие пишут, эй, да нам ничего не видно, эй. Сделай игру на максимальную яркость. Ребята, вот чисто для вас показываю. Я сижу и так на максимальной яркости. Ну вот сейчас она чуть меньше была максимума. Но так в целом она всегда на максимуме стоит. И даже это не помогает. То есть в аду абсолютно все плохо с освещением в Луки Крафте. Не знаю, как это пофиксить. Можно ли это вообще в принципе пофиксить. Но, наверное, нет. Наверное, это не исправить. Так, давайте сейчас докопаем вот эту кирочку. И если уж ничего не найдем, если даже на пещеру никакую не наткнемся, то, скорее всего, отправимся обратно наверх. Потому что это, конечно, заманчиво вот так вот долбиться вперед в поисках алмазов. Но, походу, это бессмысленно немножко. У нас реально не получается ничего найти. Лучше отправимся и, может, на ферме потусуемся. Нам надо найти вторую овечку. Но, я читаю ваши комментарии, вы пишите, что не хватает все-таки моей овце пары. Надо найти хоть кого-то. И я помню, там на скале вроде как спавнилась овца одна. Надо будет ее привезти к нам в загон и начать их размножение, чтобы у нас и шерсть была, когда понадобится. Так, это лазурит. Так, о, слушайте, лазурит я добываю. С лазуритом у меня есть небольшие проблемы. Но только небольшие. Так, давайте... Ну, кстати, здесь его много. Так, опять у нас реклама вылезла. Блин, вот пишет один подписчик, типа, «Играй без рекламы, а то надоело, что она у тебя выскакивает постоянно». Но это невозможно. Невозможно отключить рекламу в Локи Крафте. Я даже сейчас без интернета сижу, чтобы вы понимали. Я могу вам показать. То есть, вот, видите, значка нету Wi-Fi. Там даже пишут, что сим-карты нет. И все равно, как бы, не работает. Не работает подобный способ. Все равно выскакивает реклама время от времени. Это неисправимая тема. Так, давайте... О, это у нас уголь, что ли, начался? Ну, зачем мне ваш уголь? Дайте алмазы. Пожалуйста. Я самый нищий летсплейщик по Локи Крафту. У меня никогда не попадаются алмазы в сериях. Только один раз получилось так, что я нашел алмазы. Так, здесь грави начинается. Все, блин. Если начинается грави, то все. Уже нет смысла дальше пытаться копаться. Но давайте чуть-чуть осталось добить кирку. Ага, сейчас будем землю копать. Киркуй, отличная идея. Так, давай. Так, это уже блок идет, а вот тут все еще земля. Хорошо. Когда закончится эта земля? Мне не нравится, что тут так много земли. Скорее всего, тут сто пудов не будет никаких алмазов. А, ладно. Походу, пора заканчивать с вот этой идеей вскапывания вот таких туннельчиков. Потому что я опять целую кучу времени на это потратил. И опять, как вы могли понять, я ничего не нашел. Лучше уж найти какую-то большую шахту, возможно, какой-то разлом. И в этом разломе поискать себе алмазики. Просто иначе это абсолютно бессмысленно. И просто занимает целую кучу времени. Хорошо, ладно. Все, возвращаемся обратно наверх. О, тут опыт валялся просто так. Так, давайте побыстрее как-то заберемся. О, так. Сейчас у нас будет читерский подъем наверх. Сейчас, погодите. Ого. Добежим до лестницы и начнется жара. Так, давай-давай-давай-давай. Ну, это ненормально. Я который раз уже пробегаю по этой лестнице вот таким образом. Который раз говорю, что это не норма. Так, ладно, все. Опять у нас дождь начался. Ненавижу дождь в Локикрафте. От него все лагает, от него все виснет. Может, я поспать могу? Я могу переспать дождь? Нет, спать можно только ночью. Понятно, понятно. Буду знать. Так, давайте сейчас... Да, у меня, смотрите, есть пять алмазов. Давайте возьмем их и сделаем себе тапки сейчас. Только надо немножко скинуть все то, что мы сейчас накопали. А именно весь этот камень дурацкий. Он, конечно, нам пригодится еще, возможно. О, у меня тут целый сундук камня. Пригодится он нам. Он поместится вообще, нет? Так, надо, знаете, что сделать? Взять редстоун и скрафтить из него, получается, блоки редстоуна. Где они? А почему мы не можем их скрафтить? А, блин, верстак же нужен для этого. А мне верстак вот здесь вот есть. Так что давайте сбегаем сюда. Оп. И делаем блоки. Блок красного камня. Можем даже делать блоки лазурита, но... Ой, а что они у меня выпали-то? What the fuck? Как это работает? Хорошо. Теперь идем дальше. Собираем редстоун. Так. У нас еще примерно стак, да? Да, стак и 24 редстоуна. Ну, по-любому останется что-то. Но главное, чтобы мы сейчас скрафтили как можно больше этих блоков. Так, отлично. Все готово. 30 блоков у нас снова есть. Вроде как сверху там на втором этаже у меня еще были блоки редстоуна. Сейчас давайте глянем. Вот в каком-то из этих сундуков. О, тут 31 блок. Ё-моё. Капец, конечно. Так, ладно. Сбрасываем наши блоки сюда. Сейчас еще с лазурита покрафтим немножко блоков тоже, чтобы он места особо много не занимал. И давайте переспим. Надеюсь, сейчас дождик пройдет. Так, дождь. Фу, отлично он прошел. Так, и теперь... И теперь, и теперь мы отправляемся вниз. О, кстати. Слушайте, мы с вами сегодня сделаем... Как она называется-то? Вот эта штука, которая для зелья варенья используется. Ой, зачем я туда блок поставил? Ладно, он там красиво смотрится, пускай стоит. Так, как же она называлась? Вот эта вот стойка с... С этими варочными всякими баночками, колбочками. Я только не знаю, что для нее нужно. Я не особо помню ее крафт. Но думаю, что сейчас я быстренько загляну в интернет и вернусь к вам. Так, короче, я разобрался. Там нужно три камня и одна палочка. И как видите, я уже могу создать эту варочную стойку. Так что мы ее создаем. Давайте возьмем ее сейчас. Поставим куда-нибудь, в какое-нибудь укромное местечко. И смотрите, она нам понадобится по двум причинам. Так, давайте, может, ее вот сюда поставим, на наковальню. Она понадобится нам по двум причинам. Потому что нам надо как-то воскрешать жителей из зомби-жителей. И я бы хотел где-то сделать здесь себе ферму жителей. Не знаю, зачем. Я не особо пока что знаю, как в Локи Крафте торговать с жителями. Но думаю, что эта тема нам пригодится. И если что, золотые яблоки мы сможем тоже добыть. У нас целая куча золота. А яблочки можно вот с дубов повыбивать. Как-то. И в целом, да, это хорошая идея. Так что обязательно этим надо будет заняться. Так, сейчас мы идем берем алмазы. Так, давай. Оп. Раз, два, три, четыре. Ну, пускай будет четыре алмаза. И отправляемся крафтим из них, получается, тапочки. Да. А то у меня мои сломанные. Давайте сейчас сразу попробуем их зачарить на что-нибудь. Так, у меня лазурита целая куча. Должно на все хватить. Так, это что? Огнестойкость один. Непробиваемость один. Шипы один. Все фигня, если честно. Ну, давайте непробиваемость сделаем. Почему бы нет? Так, забираем эти тапочки. И, получается, надеваем их на себя. Во. Ну, теперь мы почти полностью в алмазном сете. Осталось нам только где-то надыбать себе еще четыре алмазика на то, чтобы добыть себе еще и шлем. Так, сейчас давайте блоки сделаем. Оп. О, кстати. Музыкальный блок. Серьезно? Ну-ка. Давайте поставим себе музыкальный блок. Он работает. Отлично. Теперь у нас есть музыкальный блок. Не знаю зачем, но я захотел сделать музыкальный блок. Так, все у нас. Лазурит переделался в блоке. Так, можем арбузы сделать. Огненный порошок нам не нужен. Так, семечки тоже какая-то. Туфта. Так, окей. Хорошо. Блоки сейчас оставим внутри. Пускай они будут вот в этом сундуке. А то вдруг пригодится потом лазурит, а у меня его не будет. Сейчас я знаю, где он находится. Так, и слушайте. Надо что-то с булыжником делать. Окей, я, наверное, начну захламлять немножко пространство своего дома. А то у меня здесь целая куча пустых сундуков. Так, это сундуки с грязью. Давайте сюда будем скидывать теперь и булыжник. Добавочно у нас и грязь, кстати говоря, накопилась. Мы там вскопали немало ее в шахте. Так, о, все. Булыжник перекинули. Кремень тоже сбросим. Уголек пускай пока с нами бегает. Так, андезит. Или как он там? Да, андезит тоже выкинем. Так, и вот эти блоки тоже не нужны. Слушайте, ну, я вроде как более-менее свой инвентарь почистил. Сейчас только надо еще вот сюда закинуть железку, чтобы она у нас переплавлялась. Тик. Отлично. Ну и золото тоже все скинем вот сюда. Просто потому что нам не нужно с ним бегать. Кактусы тоже забросим. Может, когда-нибудь сделаем из них ферму, если, конечно, вы захотите этого. Не знаю вообще, есть ли смысл в ферме, кактусов. Если только мы когда-то сможем надыбать себе целую кучу овец, чтобы красить их в зеленый цвет, а потом добывать с них шерсть. Так, и давайте, кстати говоря, про овец тоже не забудем. Сейчас бегаем, соберем одну пшеничку. И пойдем, получается, искать овцу. Нам надо привезти ее к нам в загон. Тик. Я вот точно помню, что у нас вот тут вот на горе была одна овца. Так что надо как-то добраться до нее сейчас. Так, ну-ка, вскапывайся. Идь. Также сходим куриц покормим, потому что у нас получается нет абсолютно никаких стрел. А чтобы добывать стрелы, нам надо добывать куриц. У нас их очень мало. Всего лишь две курочки. Так, вот здесь вот в прошлый раз меня встречала овца на этой возвышенности. О, нет! Она спрыгнула вниз, и у нее появился ребенок. Это очень странно. Так, давайте спрыгнем тоже вниз. Главное, чтобы у нас никто не появился. И тут получается еще и корова маленькая. Так, все-все-все. Отправляемся с нами. Вот такой вот у нас дружный отряд. Из двух овец и одной коровы. Но мне, если честно, нужна только овца. Большая, которая маленькую, я не вижу смысла вести с собой. Но ладно, пускай она уж идет с нами. Раз уж так хочет. Так, вот здесь надо как-то снизу пройти. Давайте-давайте за мной. О, корова от нас отстала. Это замечательная новость. Нам, в принципе, не нужна была она. У нас и так их дофига. Давайте за мной. Только в ад не заходите, там страшно. Так, кто-то еще просил сделать бордюрчик. Ой, овца утонула. Две овцы утонуло. Бордюрчик, чтобы можно было прыгать с него в бассейн. Но я так подумал, честно, не особо хочу его делать. Может, как-нибудь потом попробую его красивенько оформить. Ну, а пока что, пускай какой у нас есть бассейн, такой и остается. Так, овцы, заходим в загончик. Все, отлично. Вас теперь много. У вас теперь дружная семья. Нет, не выбегай, я буду биться, буду драться. Так, все. Отлично. У нас есть овцы, теперь надо всех покормить. Тек. Вроде как здесь у меня была пшеничка, да. Ох, дофига пшеницы у меня. Надо, кстати, еще сходить добыть и сразу засадить семена, чтобы у нас все было готово. Так, и в следующей серии я, скорее всего, буду строить какую-то автоматическую ферму, потому что немножко устал я от вот этой вот повседневности, что приходится самому бегать, самому все добывать. Так, давайте первую курочку кормим, вторую. Собираем яйчики. С яйчиков опять ничего не выпало. О, самый эффективный способ размножения куриц. Именно вот такой. Берете и просто кормите их. На яйца рассчитывать вообще нет смысла. Так, и надо будет уже взяться, заняться нормальной фермой животных, потому что то, что сейчас происходит, меня вообще не устраивает. Корова просто толпятся. Их целая куча, и я не понимаю вообще, что происходит, где, что происходит вообще. А, кушайте. Кушайте, я вас прошу. Почему я постоянно бью корову вместо того, чтобы покормить ее? Все, ладно, пофиг, я ухожу отсюда. Это становится невыносимым. Так, ну вы же уже кушали, что вы еще просите? Не, до свидания, все, хватит. Ой, там одна корова осталась. Без пары. Давайте покормим кого-нибудь, чтобы они хоть размножались. Ну вот, у вас же сердечки. Идите, любите друг друга и делайте еще одну коровушку. Так, я уберу пшеницу, чтобы они не бежали на меня. Так, это не очень хорошая идея, зажигалкой прыгать. А почему у нее сердечки, она ни с кем не это, не сношается? На. Иди вон. Я тебе подружку сделал. Отлично, все. Ой, овцу ударили. Абсолютно ни за что. Так. И в целом, ну, я уже не знаю, что еще делать сегодня в этой серии. И время уже к концу подходит. Надо заниматься фермами, ребята. Это абсолютно стопроцентно важное улучшение будет для нашей с вами, с вами вот этой вот деревни. Так что да, я, наверное, займусь фермами в следующей серии. А пока на это и закончу. Так что спасибо всем, кто досмотрел до этого момента. Если вы еще не поставили лайк, обязательно его поставьте. И я напоминаю, что с вами был я, ваш Тойбой. Всем до скорых встреч. Всем пока-пока. Продолжение следует...